здравствуйте дорогие ребята начинаем с вами урок чтения в четвертом классе сегодняшняя тема урока борис жидков как я ловил человечков презентацию подготовила адгезалова ли лизе один из на преподаватель лицея касс давайте рассмотрим с вами картинку то все прекрасно наверно поняли что это пароходик у него была труба 2 мачты от мачт шли к борта веревочные лесенки на корме стояла будочка как домик полированная с окошечками и дверкой и медное рулевое колесо где же располагаются все эти предметы давайте посмотрим где была труба а а вот это мачты вот они веревочные лестницы а вот и будочка и наконец мы с вами нашли медное рулевое колесо давайте составим план текста по картинкам мы все уже читали текст поэтому я думаю вы с этим справитесь рассмотрим картинки они все данные не в определенном порядке вы должны сами рассмотреть и определить первый пункт плана как вы думаете вспоминайте пожалуйста текст рассказа с чего начинался рассказ конечно поездка бабушки и у нее увидели пароходе удивительный пароходе которую видел мальчик все начало началось с этого бабушка хотела убрать пароходик но мальчик умолял просил обещал что он не тронет не притронется к пароходе q бабушка поверила но произошел первый обман мальчик сказал что он не не может спать в темноте нужен свет и бабушка ему тоже и в этот раз поверила чтобы увидеть человечков которые как думал мальчик существуют живут на пароходике он взял у бабушки леденец отломил кусочек и положил на пароходик но куда-то леденец исчез и хлеб для человечков тогда использовал мальчик он думал что он проспал не увидел и и в следующий раз он решил что человечки все равно что-то кушать в этот раз он положил хлебушек для человечков следующий пункт плана у нас будет внезапная температура так как бабушка собиралась куда-то уйти и она хотела взять с собой внука он притворился как будто болен это была следующая ложь мальчика и вот наконец долгожданная игрушка мальчик с удовольствием взял и стал ковырять доставать смотреть что же внутри этого пароходика и когда он понял что пароходик сломался и бабушка уже вернулась когда-то мальчик заплакал и он понял свою ошибку бабушка миленькая что я наделал но давайте обратим внимание на ту фразу я на миг остановился всего только на миг ответим на вопросы и разберемся как по-вашему куда делся кусочек леденца как вы думаете ребята леденец кушали человечки или он как-то иначе исчез какую хитрость использовал мальчик чтобы остаться дома почему мальчик на миг остановился как вы думаете о чем он подумал в этот момент какие отрицательные качества характера мальчика раскрылись перед вами в этом отрывке как бы вы поступили в данной ситуации почему мальчик заплакал как могла закончиться эта история если бы мальчик послушал бабушку придумайте другой конец для этого рассказа я уверена что вы все поняли что мальчика на миг остановился потому что он вспомнил о своем обещании но почему только на миг потому что любопытство его разбирала распирала он хотел обязательно узнать об этих человечках побольше их увидеть но когда игрушка уже была сломана он понял свои ошибки и его стала мучить совесть он понимал что он поступил неправильно я уверена что вы никогда так не сделаете ведь этот рассказ чем у нас учит этот рассказ я уверена что вы все правильно ответите на этот вопрос да этот рассказ учит нас не обманывать даже если нам очень очень чего-то хочется домашнее задание вы подготовите краткий пересказ текста по тому плану который мы с вами составили нарисуете сделать аппликацию или из каких-то подручных материалов используйте сделайте пароходик сфотографируйте свою работу и представите учителю большое спасибо вам ребята за внимание